А у Фиксиков тоже есть самый быстрый, умный, сильный... Это все я! Книга рекордов Фиксиков! Пора вписать сюда и мое имя! Давай-давай, быстрее! Я рекордный неудачник! Ждем в нашей студии гостя, который установил новый мировой рекорд по прыжкам в длину! Не переключайтесь! Есть у них условный знак, я узнал случайно! Нужно пальцы сделать так, только это тайно! Они передают вам свой пламенный привет! А кто такие Фиксики? Большой-большой секрет! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Что чинить? Мой палец Мы палец ещё не проходили А, перепинтовать? Я помогу О, да у вас талант, коллега Замотали, как настоящий доктор Правда? Да, вы не только технику, но ещё и людей можете ремонтировать Лизонька, мне нужна новая колба Значит, я и людей могу чинить? А фиксиков? Жучка, пойдём проверим Пин должен быть в каждой аптечке Обычный, из тонкой сетчатой ткани Остановит кровь и защитит рану от микробов Эластичный, а может при растяжениях и ушибах Он тянется как резина и плотно обматывает руку или ногу Для того, чтобы больное место не опухло Гипсовые бинты замачивают в воде и накладывают на перелом Повязка застынет, станет твёрдой и кость растётся правильно Игрек, а у тебя что-нибудь болит? Нет, с чего ты взял? Может, нога? Нет И голова? Да нет же Эх, жалко Ой Ай, эх, моя нога Я ж говорил, нога Не двигайся А бинт поможет? Да верься мне Я чудакова, знаешь, как вылечил Спроси у него Вот так, сиди, отдыхай Привет О, Фаер А у тебя что-нибудь болит? А? Что-нибудь болит? А? А-а-а! А-а-а! Ещё пациент! Я тебя вылечу! Но я и так здоров! Врачу виднее! И кто здесь врач? Я! Самого чудакова спас! Игрек, скажи! Пациенты, соблюдайте режим! Кого бы ещё починить? А что тут происходит? О, Синка! Смотри! Я всех перепинтовал! Ага! Только мы об этом не просили! Хм, лечишь их, а они недовольны! Кстати, у тебя ничего не болит? Врачи нужны во все времена! Самый известный из них, Гиппократ, жил в Древней Греции! Благодаря ему стало понятно, что медицина – настоящая наука! До сих пор медики во всём мире приносят клятву Гиппократа! Обещают, что будут честно лечить людей, всегда приходить на помощь и никому не вредить! Чтобы стать врачом, нужно много учиться дольше, чем в любой другой профессии! Докторам нельзя ошибаться! В их руках здоровье и жизнь пациентов! И если вы вдруг заболели, не пытайтесь лечить себя сами, читая советы в интернете! Обращайтесь к врачу, он знает, как вам помочь! Эй! Не трогай! Я здесь доктор! А ты разве не знаешь, что доктора ходят на салатах? Вот мы тебе его и сделаем! Фаер, ты уже здоров? Конечно! Забирай мой бинт! И я здоров! А у меня ничего и не болело! Какой красивый доктор! Прелесть! Спасибо! Ой! А где мой бинт? Чем же я теперь лечить буду? Ха-ха-ха, Нолик! Врачи используют не только бинт! Точно! Я видел у Чудакова огромную банку йода! Ой! Ой! Вакуум! Дуд, крывайся же! Ты что делаешь? В колбу кто-то мусор накидал! Фаер, это трубка для опытов! Внутри неё вакуум! Вакуум? А это что? Ничего! Не хочешь объяснять? И не надо! Вакуум! Это и есть ничего! Пустота! Тут даже воздуха и то нет! Ну тут же камень и перо! Это для экспериментов! Вот скажите, если трубку перевернуть, что упадёт первым? Ну... Камень, конечно! А вот-то нет! В вакууме камень упадёт одновременно в перо! Сбросьте с высоты перо и камень! Как думаете, что быстрее долетит до земли? Конечно, камень! Потому что он плотный и тяжёлый! А перо широкое и лёгкое! Воздух тормозит его падение! Но вакууме всё окажется иначе! В нём нет воздуха, который мешал бы предметам падать! А значит, все вещи там приземлятся одновременно! Этот закон открыл Галилео Галилей ещё в шестнадцатом веке! Да когда этот Галилей жил? Устарел ваш закон! Перевернём трубку и проверим! Раз, два, три, взяли! Ой, ладно, я за профессором! Ну-ка, Нолик, помоги! Сейчас мы её... Давай, давай, давай! Ири, перо! Раз, два, три! Что я говорил? Галил, камень упал первым! Надо ещё попробовать! Нолик Эврика! Я только что открыл новый закон! Какой? Фиксики в вакууме всегда приземляются первые! Закон Фаера Нолика! ТЫДАИСЬ! А давай ещё разок прыгнем! Ой, а как выбраться-то? Спокойствие! Смотри и учись! Фаер! Если тут вакуум, то чем же мы дышим? Не знаю Задержи дыхание! Алло Что? Ужас Бегу, бегу, бегу Ну вот и все Мы чуть не задохнулись А? Где? В вакууме Зато открыли закон фаера нолика Кого? Нас, фиксики в вакууме Всегда приземляются первыми Ну что вы, коллеги Вакуума здесь нет То есть как? Нет А вот так Вы же сняли крышку и впустили в воздух С латинского языка Вакуум переводится как пустота В космосе он повсюду Между звездами и планетами огромное расстояние И там ничего нет На земле люди тоже научились создавать вакуум Например, соединили две бутылки А между ними оставили пустоту Вот он и термос Который сохраняет чай горячим На фабриках используют вакуумную упаковку Чтобы продукты дольше оставались свежими Такой прибор есть и для дома Откачиваем воздух из пакета И в холодильник Еще в вакуумных пешках удобно хранить вещи Вместо одной куртки в шкаф влезет три Видите? И пустота бывает полезной Вот что и требовалось доказать Перо, камень и вы, коллеги, приземлились одновременно Работает закон Галилея А как же закон Фаэра Нолика? Зато теперь вы знаете, что законы не берутся из воздуха Марсоход Симка, Нолик Как думаете, этот марсоход летал в космос? Ага, а потом устроился в музее экспонатом А камера ему зачем? Хе, марсиан фотографировать Их же не бывает О, а может снимем фильм про инопланетян? И сами их сыграем? Ага Вы что, про тайну фиксиков забыли? А мы замаскируемся Марс Четвертая планета от Солнца и сосед нашей Земли Чтобы изучить его, люди отправляют туда аппараты марсохода Они путешествуют по поверхности Марса и составляют его карту Датчики и камеры марсохода Передают на Землю информацию о Красной планете Хох черпает грунт Приборы проводят анализы И встроенный компьютер отсылает данные ученым Так удалось выяснить Что когда-то на Марсе была вода Вот бы найти и следы жизни Ведь роботам-марсоходам очень одиноко Один из них по имени Кьюриосити Каждый год в свой день рождения Сам себя поздравляет праздничной песенкой Ниже давай! Ай ты! Железное чудище! А что тебе нужно на Красной планете? Это наш дом! Прячемся! Хм, а это что такое? Интересненько Ай ты! Железное чудище! Марсиане! Доигрались, все о нас узнают Но мы же в масках А если Славик отправит это видео ученым И те догадаются, что мы фиксики Что тогда? Да не будет он этого делать Вот это да! Надо срочно всем показать Или будет Супер Славик расскажет миру об инопланетянах! Что же делать? Придумала! Приветствую тебя, землянин! Здрасте! Ты единственный мальчик на земле Который знает о марсианах! Класс! Умеешь хранить тайны? Я? А, ну конечно! Не рассказывай о нас никому! Почему? Мы еще не готовы открыться людям! Они будут на нас охотиться! Не заставят себе служить! Только ты можешь сохранить наш большой секрет! И что я должен сделать? Удалить все и... Но я хотел прославиться! Ладно, я сохраню вашу тайну! Слово Супер Славика! Спасибо! Ты настоящий друг! Прощай! Я единственный в мире мальчик, Который дружит с марсианами? Круто! Глядя на звездное небо, Я размечтаюсь, а может, а вдруг Там, на далекой планете Инопланетный мой будущий друг Может, о встрече напрасно мечтаю Но почему бы нет? В небо фонариком я помигаю Вдруг получу ответ В небо фонариком я помигаю Вдруг получу ответ Будет отличная сделка Я одолжу ему свой самокат Он отдал чуть мне тарелку В космос летаю туда и назад Может, о встрече напрасно мечтаю Но почему бы нет? В небо фонариком я помигаю И получу ответ В небо фонариком я помигаю И получу ответ В небо фонариком я помигаю И получу ответ Телекинез Что это Славик делает? Может, колдует? Или завис А? Ты мне? Ээээ... Тебе-тебе Что задумал? Я новую суперсилу тренирую Гипноз Телекинез Двигаю предметы силой мысли Что-то незаметно Не мешай Мне нужно сосредоточиться Ну-ну А давайте его разыграем Как? Как было бы здорово владеть телекинезом Например, можно включить чайник, не вставая с дивана Или отрезать кусок торта, положить на тарелку И сделать так, чтобы он сам прилетел в комнату Ну, очень полезный навык, правда? Вот только ученые пока не нашли доказательств Что это на самом деле возможно Все обладатели таких способностей Оказывались просто умелыми фокусниками Что, не получается? Это все потому, что ты заклинания не знаешь Какое заклинание? Сто тысяч тыдыщ! Ого! Как ты это сделал? Годы тренировок А покажи еще что-нибудь Ну, даже не знаю Ну, пожалуйста Сто тысяч тыдыщ! Сто тысяч тыдыщ! Ой, Мега, иди сюда Хочешь посмеяться? Он тут Славик одурачил Он в телекинез верит Представляешь? А вы этим пользуетесь? Да ладно тебе! Вот, Айос! У тебя и правда суперсила! Ну, не такая уж и супер! Ну, не такая уж и супер А у меня твой Пыщ-пы-пыщ Сработает? Сто тысяч тыдыщ! Давай! Сто тысяч тыдыщ! Сто тысяч тыдыщ! Вот умор! Да, тебе еще учиться и учиться Сто тысяч тыдыщ! Сто тысяч тыдыщ! Что? Получилось! Супер Славик активировал новую силу! Дай пять! Деда! Вы видели, как это ему удалось? Но тут ни при чем Может, у него правда суперсила? Или суперпомощник? Это ты ему помогла? Самая малость Так не честно! А трое на одного, конечно, честно! Давайте я вам другой фокус покажу Если уж разыгрывать, то по-научному! Люди с суперспособностями бывают не только в кино Например, в реальности встречаются силачи Они могут даже сдвинуть с места поезд Кто-то проявляет чудеса гибкости Способен закинуть за голову ноги И стоять при этом на руках Другие могут запомнить огромное стихотворение Или даже целую книгу Ученые тоже немного супергерои Потому что очень умные Они изобретают новые гаджеты Лекарства И вообще исследуют мир со всех сторон Все это делает жизнь человека лучше Но такие способности не берутся на пустом месте Чтобы обладать ими Нужно долго и упорно учиться Теперь смотри! Стой! А сто тысяч тыдыщ? Не, Славик! Тут и без стыдыща работает! Вау! Это тоже телегинез? Круче! Наука! Попробуй сам! И далее Это вам не жульничество А магнетизм Эх, хорошо, ученым Я бы тоже хотел такую силу мысли И что бы с ней делал? Сделал бы так, чтобы приборы сами чинились Хе-хе-хе-хе! Сто тысяч тыдыщ! Сто тысяч тыдыщ! Мультиварка Так-так-так Получается Тут она Нет-нет-нет Пятнадцать Забыл, ты ж без меня, как без рук Вот так Так, а если? Ой, Фаер, ты такой галантный Да ладно Профессор, вам помочь? Нет, коллеги, все под контролем Евгений Евгеньевич Больше никаких бутербродов Я купила мультиварку А колбы? Забыла Они мне очень нужны И поскорее Но я хотела приготовить обед Я сам, сам, идите, идите И зачем я пообещал? Давайте мы с едой поможем Правда? Поможете? Ой, прекрасно Мультиварка там А ты умеешь готовить? Мультиварка сама все сделает Мультиварка Это кастрюля, в которую встроен нагреватель Она не только варит суп, но и жарит мясо Готовит рыбу на пару Йогурт и печет хлеб Например, чтобы сделать кашу Нужно засыпать хлопья Налить воды, закрыть крышку Выбрать режим И прибор сам установит температуру Способ и время готовки Даже мешать не нужно Ничего не пригорит и не выкипит Приятного аппетита! Ну вот, для супа все есть Маловато Люди столько едят Так мы второе приготовим Овощное рагу Тогда и десерт нужен Банановый Лучше яблочный Нет, банановый Ее быстрее! Как же! Давай еще салат сделаем И компот Наливаем воду И включаем Думаешь, получится? Конечно! Это же мультиварка! Ой, чем так странно пахнет? Нормально пахнет А чем так странно пахнет? Да что вы заладили Нормально пахнет Суп с бананом? Не суп, а десерт Еще рагу, салат и компот Компот? Это же несъедобно Блюда даже в мультиварке готовят по отдельности Да? Мы думали, она сама разберется Ой, все-таки сварили Невероятный человек Я попробую? Лиза, Лиза, не-не-не Ну как? Ничего, на любителя Может, лучше я приготовлю Когда люди готовят Они стараются подбирать такие ингредиенты Которые сочетаются друг с другом Например, в салат можно порезать помидоры Огурцы Зелень Посолить и заправить масло А если вместо масла положить варенье Получится неизвестно что Но иногда шеф-повара Находит необычные вкусовые сочетания И они многим нравятся Соленая карамель Или груша с сыром Или ягодный соус для мяса Кто-то даже любит пиццу с ананасами Не зря говорят О вкусах не спорят Вы тоже можете экспериментировать И открывать новые интересные сочетания Главное С осторожностью Лизонька Вы не только талантливый ассистент Но и чудесный кулинар Ну что вы, профессор Все равно не понимаю Чем им наша еда не понравилась Яблоко было лишним А может банан? Нет, яблоко Нет банан Нет яблоко Бананан Яблоко Лизонька Яблоко Яблоко Яблоко